Пятая часть юбилейной программы «Славянск-370» посвящена новой страничке истории жизни Острожка, а позже крепости Тор. Открываем древние тайны славянщины вместе каждую пятницу. Следующим этапом истории развития нашего края является позднее средневековье. Это время заселения нашей территории. О местности, на которой расположен город Славянск, упоминается в письменных источниках конца XVI века. В росписях Донецких сторож оговаривается о том, что на Торских озерах находилась стоялая голова. Что это такое стоялая голова? Это определенный пункт пограничный, который контролировал станицы и сторожи. В свою очередь они контролировали эту территорию и сообщали о приближении врага, крымских татар. 1571 год. Это вот первое упоминание о нашей территории. Примерно к этому же времени относится и начало солеварения на территории нашего города. В конце XVI, в начале XVII века письменный источник первый датирован 1619 годом, который говорит о том, что с ближайших городов окраин приезжали солевары для выварки соли. Солеварение было сезонным, то есть приезжали только в летнее время, чтобы меньше тратить дров для выварки. Привозили с собой котлы, сковородки, устраивались табором. Для защиты использовали вазы от крымских татар. Примерно в течение двух недель вываривали соль, а затем уезжали в свои города и там ее продавали. Занятие солеварением было очень опасным, потому что крымские татары неоднократно нападали на солевара. Они в свою очередь обращались к московскому правительству с просьбой защитить их от набегов врага. И в 1645 году был построен острожек, небольшая крепость, которой попеременно нести службу 20 чугуевских казаков. Просуществовала она недолго и была в скорости сожжена. Просьбы к московскому правительству продолжали приходить. И вот в 1676 году был построен город, город-крепость Тор. Почему Тор? Потому что располагался на Торских соляных озерах. Первая крепость была небольшой по размеру, чуть больше размера футбольного поля. Защищали крепость казаки, как русские, так и украинцы. Военный гарнизон насчитывал 201 человек. По углам стояли так называемые наугольные башни и проезжие. Чистокол – это стена деревянная с заостренными концами. Высота чистокола достигала 4 метров. Башни сторожевые от 8 до 12 метров. Неоднократно крымские татары сжигали крепость город Тор, но он восстанавливался. Основным занятием населением, как и прежде, было сореварение, рыбная ловля и охота на пушного зверя. Постепенно крепость приобретала новые очертания и в конце уже во второй половине 18 века она была уже значительно большой. Стояли бастионы, пушки. В экспозиции представлена пушка, которая была найдена на улице Валковской, недалеко от стадиона «Химик». Такая пушка, а их насчитывалось около 40, защищала Торскую крепость. В 2005-2006-2007 годах Славянский краеведческий музей совместно с Донецким областным краеведческим музеем проводили археологические исследования на территории так называемого Красного городка. Это район славянского курорта. И вот за время раскопок была раскопана площадь 716 квадратных метров. Обнаружены жилые постройки. Это землянки, полуземлянки и наземные постройки типа украинских хат. 13 комплексов, в том числе два, представляют большой интерес. Это закрытые комплексы, которые связаны с приготовлением пищи. Помещение номер 9 была полуземлянка, находилась на глубине метр семьдесят от современной поверхности, так называемой дневной поверхности. Эта постройка представляла себя кухню столовую, небольшая по размеру 4 на 4 метра. В нижней части сохранились срубы. В экспозиции один из стволов этого сруба, а сруб был дубовый, сохранился. Чем интересна эта постройка? Тем, что мы обнаружили стол и на столе лежали предметы, которыми пользовались жители города Тора в тот период. Это где-то середина восемнадцатого века. Деревянные ложки сохранились, посуда, кувшины, горшки кухонные. Деревянная посуда, к сожалению, сохранилась не очень хорошо. Люльки, деньги, игральные фишки. Вот когда мы, так сказать, все пересмотрели, то определили, что где-то обедала за этим столом, стол был большой, на всю стену, вот более четырех метров, значит, сидело где-то 15-16 человек по количеству ложек. Они покушали, поскольку посуда была перевернутая, то есть уже помыта, значит, лежала на столе и рядом со столом. Казаки играли на деньги, вот используя фишки игральные, несколько было обнаружено, и деньги. Они оказались под столом. Именно во время игры, вот на деньги, произошел пожар, то ли это военный набег был, то ли бытовой, поскольку бытовые пожары встречались очень часто, на территории крепости находились не только жилые постройки, но и соливарни. Вот жилище загорелось, казаки вскочили из-за стола, естественно, что, скорее всего, что деньги и фишки находились на коленях у них каких-то, ну, денег-то немного было, потому что получали жалование, они небольшое, и вот выскочили из этого помещения. Оно сгорело, и поскольку пламя способствовало тому, что не только сгорели деревянные сооружения, но земля, значит, прокалилась и стала такой сыпучей, и песок прямо засыпал этот комплекс. Люди не стали его расчищать. И вот это сохранилась уникальная постройка для нас, очень интересно, потому что, интересно еще не только тем, что, вот я сказал, ложечки там, солоночка стояла для нас, солеварение-то, интересно, что соль какая была, солоночка, но и инжир мы нашли. Это говорит о том, что либо торговыми путями из Крыма он попал, вот, либо захватили какой-то обоз татарский, жители Торской крепости, и вот присутствовал на столе. А что за игра было? Вот, вот, как-то бросали эти фишки, я точно пока сказать не могу, но вот та игра, которую использовали кости, в экспозиции у нас представленный набор, вот, играли в кости, это говорит о том, что какой-то квадрат или круг был, бросали биту большую, такая тоже костяная, утяжеляли ее при помощи свинца или железных гвоздей, то есть выбивали, и это играли на деньги. Вот, такой комплект был обнаружен возле печи. Хочу заметить, что вот все постройки, в основном, они сгорели, неоднократные пожары, вот это подтверждает, уже, так сказать, письменные источники, что город неоднократно горел, то ли в результате набегов, то ли в результате бытовых пожаров. В 221 вы сказали, а потом, вот, уже когда жалование пошло, как там? О, население уже составляло, там, где-то военный горизонт до 500-600 человек, то есть он увеличился, и уже потом, когда крепость утратила свое значение, это уже в правлении Екатерины Второй, произошло переименование. Вот, 1784 год, тоже стал называться в славянском, вот, как записан документ, «В честь победы славянских народов над турками» произошло переименование. И в этот же период крепость утратила свое назначение, это 1783 год, и она была изъята из ведомств артиллерии и фортификации, то есть пушки сняли, гарнизоны тоже ушли уже туда на юг, но крепость не разбирали. Постепенно разобрали деревянные сооружения, поскольку их использовали для солеварения. А как шла дорога, по которой возили соль? Значит, хочу заметить, что вот первое упоминание, это там относится где-то 1654-1555 год, в основном вот в сторону Харькова шла дорога, и даже было специальное указание московского правительства о том, чтобы ее срыть. Почему срыть? Потому что дорога была, так сказать, накатана, и крымские татары по этой дороге шли уже грабить другие города. А она, дорога была в сторону Изюма, тогда еще Изюма не было, но вот в том направлении. И затем уже рассветлялась в Белгород, Курск и в другие города, вела одна и та же дорога. А позже уже второй путь уже на юг, это в сторону Бахмута, современного Артемовска. Дорога проходила именно через нашу территорию. И через нашу территорию проходила посольская дорога, это вот в районе села Богородичного. Вот там перепривали Северский Донец и уже осуществляли дипломатические отношения с ногайскими татарами, крымскими татарами, вот таким образом. Северский Донец и Украинский Донец и Украинский Донец и Украинский Донец. Гора получила свое название уже где-то в 17-18 веках. Дело в том, что на территорию нашего края приезжали для солеварения, как уже сказал, и для других там каких-то своих нужд жители из многих городов, в том числе из Корочева. И возможно, что по выходцам из этого города Корочева и назвали гору Карачун. Возможно, они там базировались. Так же, как и по реке Колонтаевка. Приезжали солевары из города Колонтаева. То есть вот такие моменты. Почему гора Карачун не может быть более ранней? Потому что она нигде не упоминается. Есть описание нашей местности, где указывают там столбовые столбы вдоль дорог стояли, вот урочища какие-то. Но гора Карачун не упоминается. Хотя она приметная. Вот как гора Карачун, острая могила, тоже возвышенность. Вот эти моменты, то есть не стыкуются с разбойником и золотыми кладами на этой территории. То есть гора Карачун имеет природное своеобразие? Совершенно верно. Вот да, говорили о том, что хода есть. Мы в свое время, лет 20 тому назад с донецкими археологами исследовали полностью эту гору и обнаружили интересные моменты, которые связаны с тем, что почва проседала вот на этом участке, там мыловые отложения. И как бы вот хода, как будто человек изготовил вот эти какие-то сооружения пещерные. Но это все природное явление. То есть рукотворных там пещер нет. Жители Торской крепости, впоследствии Славянска, исповедовали православие. И по канонам, конечно, каждый верующий носил крестики. Во время раскопок Торской крепости были обнаружены несколько крестиков и дукачей, но уже более позднего времени. Центром православия на территории нашего края являлся Святогорский монастырь. В экспозиции нашего музея представлена хромолитография 1912 года. Вот таким был Святогорский монастырь в начале 20 века. К сожалению, он сильно пострадал в годы Великой Отечества войны. И часть построек была, к сожалению, для нас полностью уничтожена. В экспозиции музея представлены церковные книги, Библия, Псалтырь, Часослов. На тельные крестики, поднос из Троицкого собора. В экспозиции представлена открытка с изображением Троицкого собора, который стоял на площади. Две церкви дореволюционные. Это Воскресенский храм на курорте сохранился. И церковь Александра Невского, которая была построена в конце 19 века. В экспозиции представлены материалы, которые рассказывают о преподавательской деятельности священников. Дело в том, что при всех церквях, а их до революции насчитывалось 4, находились церковно-прикладские училища, где дети бесплатно обучались. По курсу учебному дети должны были по окончанию училища сдавать экзамены. Наизусть, без запинки, знать 10 молитв. Арифметические действия, все 4 в пределах 100, хорошо быстро читать и пересказывать. Это уже давало момент им поступления уже в другие учебные заведения. В экспозиции музея представлен табель ученика Петра Гайваронского и представлены его оценки. На первом месте во всех учебных заведениях от церковно-прикладских школ до университета на первом месте стоял предмет, который назывался «Закон Божий». Дети, которые имели хорошие оценки по предметам, отличное поведение и голос поощрялись. Они пели в церковном хоре. Вот у нас имеется фотография, где представлен хор Воскресенской церкви. Необходимо отметить, что пели не только в своих церквях, но и приглашали даже в другие города. Они пользовались, так сказать, большой популярностью. Покровителем, меценатом, в частности, Воскресенской церкви, был известный меценант Аксентий Васильевич Шнурков. В экспозиции нашего музея представлены иконы. Иконы – это Святогорская Пресвятая Богородица. И икона «Неопалимая Купина», которая защищала наш город от пожаров, которые практически ежегодно, по нескольку раз, возникали в нашем городе. И сгорала не только отдельные дома, но и целые участки улиц. В экспозиции также представлена хорубь. Она находилась в Троицком соборе. К сожалению, она, видите, от времени утратила свою первоначальную, так сказать, первоначальный вид. Но у нас есть надежда, что харьковские реставраторы ее отреставрируем. И мы в полной красе увидим эту хорубь в экспозиции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok